Привет, дорогие друзья! Вы на канале Металлик Дени и сегодня с вами разберем мой метаотчет патча 12.4 в игре Гвинт на апрель 24 года. Я как истинный гвинтёр только что пришел с качалочки, чтобы пояснить вам, что у нас происходит в мете, что у нас по балансу, ну и показать свое видение текущей меты. Как я всегда предупреждаю, что метаотчет это дело субъективное, у каждого свое видение, свой взгляд на мету, поэтому пишите в комментариях, где я не прав, какие колоды вы бы поставили чуть выше, какие чуть ниже, каких бы карт убрали из каких колод, как бы вы их изменили. Повторюсь, это все субъективно, поэтому будет интересно услышать ваше мнение. Ссылки на все колоды будут в описании под роликом, будет представлена огромная гугл таблица, где все будет разложено по полочкам, по тировой лестнице, разными цветами все это отмечено по фракциям. И также будет там же предоставлена гугл таблица со всеми существующими колодами, которые есть в Гвинте, поэтому переходите в гугл таблицу и берите колоды, которые вам нужны. Но мы переходим к разбору моего мета-отчета. Опять-таки, разбирать будем в тировой лестнице, где тир 1 это сильнейший колод из данного патча, тир 2 чуть слабее, но все еще играбельные, тир 3 еще слабее, но все еще встречаемые в ладре. Я объясню, чем они сильны, чем они слабы и так далее. Что ж, переходим к мета-отчету и тир 1 у нас открывает темерцы. Просто эти балансы я эту колоду вообще не указывал, потому что она появилась ближе уже к концу сезона и ее довольно-таки хорошо понерфили на 3 провизии, но не так, как хотелось бы. Колода по-прежнему играет и играет даже сильнее, чем раньше. Встречается так же чаще, чем в прошлом сезоне. В прошлом сезоне я только в конце играла. Очень мощная дэчка, осада без осады. То есть темерская пехота разгоняется до огромных поинтов. Карта играет на 3 плюс 10 на 13 за 6. Плюс эту карту можно переигрывать через Адалию, через Средание по Чародейству, через Флотзу можно переиграть, через Флотзу ее можно и ральнуть. В общем, вариантов переиграть много. И постоянно баф от себя на 10 поинтов. Вы вашу обилку через Скрадарда Веда разгоняете и заряд засоздаете. Очень неприятная дэчка и 3 провизии вообще не помешало ей быть так же метовой и так же сильной. Я думаю, ее уже стоит нерфить по силе или по провизии, чтобы что-то как-то изменилось в этой колоде. Либо уже заняться какими-то точечными картами. Но, опять-таки, не знаю. Я не так много на ней играл. Но колода сильная. Очень много колод, которые она может спокойно проходить. У нее много контроля. Ну и, конечно же, потом она ставит на стол Хенсельта. Ставит гордость Фользеста. Расчисляет обилку. И имеет огромные поинты. А также минус стол оппонента. Очень контрольная колода. Разве что из замены. Я иногда видел. Отказывались от, по-моему, намордника. И ставили чуть больше контроля. Ритуал, по-моему, я видел. Наверное, все. Еще какие-то изменения были. Но сейчас я уже, наверное, не вспомню. Но, наверное, сейчас одна такая из популярных колод. А, видел колоду, знаете, на чем? С музыкантами. С музыкантами. И отказываются от четверок. И какие-то более хорошие пятерки кладут. В общем, вот такая вот дэчка. Обе-таки очень мощная. Ну и, конечно, на силе монеты. Очень хорошо обузится этот... Ведьмак Школы Грифона. Ну, а также намордник очень хорошо играет под... Риданская разведка. Чтобы почистить сразу отряд. Следующая колода из Тир-1. Это Листик. Листик по-прежнему очень хорош. Очень сильный. Много кого-то понерфили в этом сезоне. Того же Мадука. Много разных контрольных дэчек нерфили. Поэтому Листик в этом сезоне себя ощущает очень хорошо. Тем более, он был такой, знаете, немножко в тени. Из-за точного удара. Точно удар был очень силен в прошлом сезоне. А Листик немножко как будто бы на задний план ушел. Но Листик и тогда был хороший. И сейчас он хороший. Просто сейчас он даже чуть лучше. Такая вот дэчка, на которой я уже катаю, который сезон. Гайд на эту колоду также есть на канале. Еще одна колода на Листик. Также в Тир-1. Уже с лягушками. Я решил сразу две колоды указать. Потому что... Ну, они немножко разные. Немножко. На самом деле, даже множко разные. У них немножко разные лайнапики. То есть, по-разному их можно реализовывать. Например, Филавандрель может задавать лягушек. Чтобы он задавал лягушек, его надо взять либо через совет из ингрима, либо бафнуть его, когда он находится в руке через богатый урожай. И там он создаст лягушек. Лягушки очень хороши. Это хороший заспам. Это хорошие поинты. Это 12 плюс поинтов. Судя по тому, что мы играем на обидке лидера природы. 13 поинтов. А если у нас еще будут какие-то карты на сродстве, вот 14, 15, 16 поинтов. За 7 провизий это очень много. Филавандрель также имеет свою силу. И также будет задавать лягушек. И также намного сходит. В общем, немножко колода отличается. Колода, если не ошибаюсь, до урена. Он ее брал на турнир. И очень хорошо она себя показала. До этого тут еще был Сэр Куан. Но сейчас как-то перестал его видеть. Но также под заспам лягушек. Очень хороший такой контроль. Иногда даже лучше, чем Эскель играет. Вот такие вот две дэчки. Не знаю, какая из них будет популярна в следующем сезоне. Какой-то там понерфит по провизии. Там, не знаю, лягушек вернут. Но пока что как-то так. Переходим к тир полтора. Колоды чуть слабее, но все еще сильные. Все еще мощные. Вот прям чуть-чуть слабее, на мой взгляд. Ренфри-белки. Ренфри-белки в прошлом сезоне были очень мощные. Одна из самых популярных. И одна из самых сильнейших колод. В этом сезоне она получила на две провизии меньше. Из-за Ренфри. И из-за компаньонов Ирис. Поэтому отказались. Как я и говорил, кстати. Я в ролике сразу сказал, что откажутся от Каприана Вилли. Потому что понерфили у нас мадуков. Мадуки пропали. И вместо него поставили Дригорая. Все, как я говорил, все по гайду. И как бы на такой колоде все играют. И как бы все еще неплохо себя ощущает колода. Да, например, под каких-то... Ну, не самых популярных колод. Но все же, такие колоды бывают, встречаются. Которые играют, например, на сценарии. На заспаме. Какие-нибудь, не знаю... Допустим, рыцари. Гармония. То есть вы сценарий, например, никак не пройдете. А контроля у вас не так много. Да, конечно, иногда встречаются колоды с двумя биг-контролями. Там Геральт из Ривии и Геральт Игни. Такие встречают ребята. Но все же, даже этого контроля вам может не хватить. Колода также заходозависимая. Не совсем заходозависимая. Она зависима очень от бриков. Вы можете забрикаться. Вам может попасть в руку Дриада Стражница. Банда Ренфри. Коня можете не найти. В общем, много здесь нюансов. Компаньоны, если не придут вам в первом раунде, то они придут вам в третьем раунде. Которые сыграют на 5 за... За 16, получается, провизии. В общем, такие вещи бывают. Но если вы умелый, находчивый и ловите хорошие положительные матчапы, то все у вас будет отлично. Идем далее. И далее у нас бухта имбы. Пиратская бухта, которая в этом сезоне очень хорошо себя ощущает. Она и в прошлом, на самом деле, была очень мощная. Просто она не была такой популярной. И не так много людей на ней играло. В этом сезоне Колода себя ощущает намного лучше. Она получила, если не ошибаюсь, на одну провизию больше. Да, точно. На одну провизию больше получила. Также получил плюс одну силу ублюдок младший. И вроде бы все. И этого очень даже хватает с голову, чтобы играть на этой колоде. Также у нас мясник был бафнут еще несколько сезонов назад. И он спокойно в этой колоде ощущается. Я иногда видел колоды с новиградскими разборками. Но, на мой взгляд, эта карта иногда может спокойно забрикаться. Поэтому, как будто бы она немножко неуместна, не нужна. Ну, типа, за 9 провизию у вас есть тот же сговор. Или за 10 есть, например, ублюдок или банк, как прокрутка. Поэтому на этой городской разборке, несмотря на то, что баф произошел от нашего канала, все-таки в этой колоде, на мой взгляд, не особо смотрятся. Я предпочитаю играть с мясником. Клик, что он тоже может немножко поздно прийти. У меня вот, например, гайд выходил на эту колоду. И он приходил в трех, по-моему, матчапах в третьем раунде. Но все же, если он приходит в первую, у меня оппонента нет ответа на него. То уходит на очень хорошее значение. Наверное, одна из сложнейших колод, которая есть в игре. Потому что, во-первых, вам надо тут считать статы. Свои статы. И статы оппонента. Во-вторых, вам надо считать монеты. А считать монеты, это уже тяжело. А во-вторых, вам надо считать еще и категории. А если считать это все одновременно, статы, монеты, категории, количество категорий, то голова может немножко взорваться. Поэтому гвинтюр думать это больно. Но если, конечно же, играть с умом, все подсчитывать, все думать, Конечно же колода будет ощущать себя очень хорошо В умелых руках Но колода сложная, не для новичков Следующая колода это Чародеи с севера, чародеи с севера в этом сезоне Очень даже хороши, они и в прошлом сезоне Были норм, но сейчас прямо они такие Знаете, сбалансированные что ли Не в том плане, что сбалансированные, ну с точки зрения баланса А с точки зрения самой колоды, самой концепции Что у них все вмещается Спокойно они могут играть, делать свою грязюку Терпеть и как бы Дотерпеться Они играют зачастую в свою игру Ставя защитника Ставя летисию и терпев Протерпев Она летисия дает очень много Выдержки ученику и ученице И тогда ваши выпускники будут иметь Хороший поинт, раньше были колоды Играли с каратской жарой Как контроль вместо намордника Но намордник сейчас очень актуален Особенно там, для того, что там Такую какую-нибудь важную карту, окей феникса Уже нету, но например у севера что-нибудь украсть Всегда пожалуйста Или например у белок там Банадайна или Ангуса То есть украсть есть что-то Знатокору иногда играли, чтобы лучше ролять выпускников Но как говорится гвинт для умелых и находчивых Поэтому от рунмага отказываемся, ставим больше контроля Это все-таки гвинт Но иногда Принцанси тоже встречался Обилка теперь, железобетонности на щитов Я сразу говорил, что будет играться именно эта обилка И как бы она играется Вам все-таки надо играть в защиту А не в заряды и нападения Ну и как бы огромное количество карт Чтобы переигрывать этих ваших терпил Шани призывает и сброса Может даже два раза призвать Некромантия Сами выпускники Рунническое слово, которое может ральнуть Соседание по чародейству, которое есть уже во второй колоде севера Очень на самом деле мощная карта Ее также можно сотворить через герхарта Если он дотерпит хотя бы один ход Ну и как бы яблоки тоже хороши Особенно когда вы выкрутили ученика и ученицу в первых двух раундах И в третьем уже у вас сбросить, ничего нет Кроме колоде, ничего нет Кроме выпускников Из прокрутки здесь фолиант чародея Указ и высадка Иногда я видел, что ставят аниромантию вместо высадки Или как-то аниромантию вместо указа запихивают Но чуть реже В зачтую отказываются от контроля по типу намордника Еще видел вместо фолианта Иногда берут принца Вильяма По-моему Мистикл играл с ним Могу ошибаться А может быть он играл с двумя И по-моему я видел сейчас последним желанием Несколько колод Но опять-таки на любителя В общем такая вот около обуз колода Но ощущает себя довольно-таки неплохо А переходим к тир 2 И тир 2 у нас открывает Яга Джекпот В прошлом совете баланса В прошлом этой отчете Я его вообще включил в тир 1 И я считаю, что я тогда очень сильно погорячился Очень сильно ошибся Потому что уже тогда он был довольно-таки нестабильный В ладере было очень много мадуков Очень много было точного удара И я действительно немножко ошибся И поставил его чуть выше, чем надо было Намного выше Теперь он занимает спокойно тир 2 позицию Но встречается он намного реже, чем даже в прошлом сезоне Опять-таки это связано с тем, что синдикат Почему-то такой вот Я даже не знаю, как это сказать Не минорный что ли А ну вот Если у синдиката играет какая-то одна колода То все садятся на нее Я не знаю, как это работает Потому что Ну синдикат она сама по себе такая непопулярная фракция И много карт повторяются у синдиката Но вот почему-то с синдикатом всегда такая проблема Сейчас вот играют банды И джекпот уходит на второй план Ну с листиком похожая, да, тема была Джекпот все еще силен Играется примерно все одинаковые сборки Разве что иногда бронза какая-то отличается Но по сути концепция карты все те же А на низких рангах Это чуть ли не сильнейшая карта, которая существует Сильнее рыцарей Потому что 3 карты паса И оппонент не знает, что сделать Будет пытаться добрать раунд И не доберет раунд На высоких рангах, очевидно, посложнее будет играть Потому что оппоненты уже знают, что это за колода Знают, от чего отыгрывать Знают, когда вовремя пасануть Когда вовремя его пушить И что делать А на низких рангах, опять-таки повторюсь 3 карты паса Поставили Мадаму Поставили Сауля и Гвитра и Олидию И пасанули И у вас там каждый ход там плюс 7 очков И как бы оппонент не может никак обогнать, перегнать Колода хорошо крутится Почти до нуля И все карты вы тут находите Главное, вам, конечно же, играть желательно На синем монете Чтобы поставить Мадаму Маркизу Сиренити Прокрутить все карты ваши Чтобы оппонент не смог этот раунд выиграть Ну и в коротком раунде Через Яга Через криловерные карты На вигратой свечку Вы имеете хороший поинт И хорошие спендеры И капитан Яга играет Как один из сильнейших финишеров Под вашей обилкой Сильнее даже Совя Идем далее И далее у нас Аристократы Аристократы очень хороши Как можно заметить Это вообще В моем метаотчете Сильнейшая колода Нилгарда На мой взгляд Колода все еще ощущает себя Очень хорошо Поэтому люди, которые все еще Говорят, что колода слабая Колоду надо бафать Ребят, ну как бы Поиграйте в гвинт Я не знаю, в какие игры вы играете Но гвинт, как бы поиграйте Колода Контрит Огромное количество Матчапов у нее есть Положительных Из отрицательных матчапов Только разве что Какой-нибудь контроль Пиратов Набегов Может быть Ноут юнит По типу Ловушек Или Рваного крыла Но рыцарьков Банды То есть вот такие вот колоды Она вполне себе Вот просто прям пролетается Там краснолюды Гармония Завещание Все вот такое Она уничтожает Все, что До тира 3 Она прям проходит Шелезобетонно Поэтому очень Мощная дэчка На которой надо иногда думать И вовремя Конечно Отдавать бал Потому что иногда вы Зачастую вы не будете бороться Первый раунд И вам придется во втором Отдавать вовремя бал Потому что оппонент от вас не уйдет Пока вы бал не отдадите Поэтому аккуратно Распределяем ресурсы До конца Держим Филиппа До конца Держим Орозу Чтобы вовремя их проставить И реализовать Я в этом сезоне Иду на 2 500 На этой колоде Я иду на аристократах На 2 500 Показывая, что Колода очень Сильна Сборки Примерно все Одинаковые Я даже не знаю Бывает только Вместо мятежных Аристократов Я видел Этого Очистку Но на мой взгляд Это какой-то кринги Или вместо Какой-то прокрутки Берут Фергуса Например Ну Вергус Не прокрутка Я имею в виду Просто Какие-то карты Значит у колода Играется именно так И еще иногда Вместо имбира Я видел Рампали Но Не знаю На мой взгляд Рампали Уже немножко Не очень выгодно Смотрится Имбир все-таки И крутит колоду И метки раздает А адмирала Рампали Просто прокаченный Это просто Знаете Томимая И охотник Ван Мурлигемов В одном Изаклипиаре Который качается Чуть быстрее Затерян Справить Здесь все-таки Дороговато Вот такая вот Дечка Идем далее Далее у нас Еще одна колода Нильфгарда Это псевдо Осимка Я ее называю Ассимиляцию Хотели бафнуть В этом сезоне Но бафнули Как обычно Порабощение На мой взгляд Это ошибка И бафать Это не нужно было Но справедливости ради В этом сезоне У нее не так много Хороших матчапов И часто Она страдает Опять-таки То же самое На самом деле Проблема Что и с аристократами Бывает просто матчап Ну вот просто неприятный Вот например Вы попали на банды Вот что вам Переглировать Вот что вам копировать Вы когда играете Против синдиката Вам надо не только Забрать карты оппонента И играть картами оппонента Но еще и иметь монеты А это иногда сложновато А в случае с бандами Вам надо еще иметь категории Чтобы вы реализовывали Все еще лучше Поэтому иногда Есть какие-то проблемы Против тех же белочек Спокойно колочи Ощущают Против чудовищ Тоже Кроме крыла Конечно же Орванова То есть много Положительных матчапов Север особенно Спокойно Проходите Из каких-то изменений Я разве что видел Вместо подкупа Берут Лидию Но Лидия иногда Может играть На очень мало Там на 10 За 8 Если ассимиляция Особенно у вас нет На столе Поэтому подкуп На мой взгляд Чуть лучше Но более рандомный Иногда я видел Что от Наузики Отказываются Взяв какой-то Как раз таки Какую-нибудь Карту тактики Даже блин Измену иногда я видел Вместо Наузики Потому что Наузика Такая нестабильная карта Хотя под Арториусом Вполне себе неплохая Вот Поэтому если отказываются От подкупа То ставят Лидию И тогда отказываются Допустим от Эмиссара Или от Осведомительницы Их тут оба По две штучки По бронзе По тактикам Зачастую все примерно так Минимальные изменения Под свой вкус Но зачастую все играется Именно В таком вот виде Идем далее И далее у нас Бессмертные Вечные набеги Набеги получили На одну провизию Больше благодаря Китайским добрякам И сюда что-то хорошее Теперь можно поместить Видел разные сборки Зачастую отказываются Именно от четверки И кладут Какую-нибудь пятерку Это либо хищная связь Либо 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 Иногда абордаж Но пиратов В основном очень мало По сути Только Тишихи захвачицы И этот не пират То есть Всего лишь две карты Получается Ну то есть Это очень-очень мало Поэтому Редко видел абордаж Чаще видел колотушку Оглучшающий удар Ее кладут чуть чаще И Один раз Видел благословение Фрея Но мне кажется Ну две Две эти карты Ну такой себе В общем Хищная связь Наверное самая универсальная Тут карта Создаётся юнит Этот юнит Вы можете сразу убить Если поставили На боеначальника И как бы Хорошие поинты имеете Такая вот дэчка Санитар Ладера Который очистит Всё от всего Всегда актуальная Бессмертная Вечная колода Далее у нас Орваное крыло По-моему Кстати Это первая колода чудовища Не ошибаюсь Да По-моему Первая колода чудовища Чудовища себя ощущают Не прямо чтобы хорошо Да У них всё ещё хороший Плейрейт Всё ещё неплохой Винрейт Но вот как-то вот По колодам Как-то вот не очень Наверное это связано с тем Что статов больше У севера И у белок А контроля больше У синдиката И парабощи Ну у неливгарда Поэтому как-то вот Тяжеловато Как будто бы чудовищем Расставиться Тяжеловато комбинации Проводить Поэтому вот они Как-то больше играют Вот на таком На юните И ощущать себя Довольно-таки Неплохо на нём Да С колода Осталось встречаться Немножко реже Причём даже Учитывая тот факт Что на гельфар Мы бафнули Нашем комьюнити Тут немножко Карты визуально Забаговались То есть на гельфар Бафнули Получил кого-то Плюс одну провизию Насколько я понимаю Большинство поставило Атаку с воздуха Либо какие-то сплы Пытаются ставить Например паразита Пару раз я видел Который на 6 бьёт То есть варианты Разные Но вот как-то Теряют актуальность У чудовища Сейчас как-то не очень Надо бы Чём быть новенько Им завести А то как-то им Не на чем играть Как будто бы Но колода Повторюсь хороша Она играет и в ноу юнит И при этом много там юнитов Которые имеют Маленькие поинты Следующая колода Это мороз Колода Если я ошибаюсь Даурена Может быть какая-то Немножко изменённая Переделанная По пару карт Колода с морвудом Колода получила Наду провизию больше Благодаря тому же Навиграду Навиграду На гельфару И поэтому Морвуд в неё спокойно Помещался Она и раньше с морвудом Бывала играла Но Приходилось от чего-то Отказываться От того же тягуна Или например Биг контроля какого-то Или от туманников Да туманника Можно заметить здесь один Второй здесь не вмещается То поместить второго туманика Надо будет отказываться От каких-то двух пятёрок Этого делать не особо хочется Порой одного туманика хватает Потому что второго Вы не находите Здесь вы можете найти И одного туманика Поэтому немножко опасно Вот добавить бы Белому кладу 16 провизий И тогда уже Два туманика Вместятся И будет колода Очень даже неплохой Я слышал такое кстати мнение Что колода на самом деле Очень сильная Её даже иногда Можно назвать Тир один или тир полтора Но давайте будем честны Это наверное Одна из сложнейших Колод чудовищ Вот по факту Из метовых Одна из сложнейших Я думаю Потому что здесь Реально надо очень Считать Очень грамотно Отдавать ресурсы Не теряя их Там вовремя Выкрутить мать Вовремя поставить Карантира Поэтому Колода сложноватая Повторюсь Это одна из сложнейших Колод чудовищ У неё много Есть положительных Матчапов Много есть Отрицательных Матчапов Но основная Фишка Что теперь Здесь есть Два Два финишера Это не только Карантир Но ещё и Морвод И когда например Хотели поставить Карантира Там в нужный момент Вы теперь можете Его дать чуть раньше А потом поставить Морвода Потому что Морвода вы хотите Подержать подольше В руке А то карантира У вас будет Снабиться меньше и меньше Это будет уже Не очень приятно Тумане Повторюсь Здесь один Ну и как бы Гонщица Дико охота Тоже получила свой баф И теперь она Играет примерно Как доносный призрак Только без приказа И без покрова Поэтому очень Даже неплохо Се ощущает Эта карта Ну как бы Вот так вот Гайд на эту колду Был на канале Правда безморвода Если не ошибаюсь Советую посмотреть Но концепция Примерно та же Идём далее И далее у нас Девоушен север Очень редко стал Встречаться Девоушен север Но колода По прежнему хороша Примерно Она такая же Сборка играется Я видел сборку Кирпетена С падшей райлой Вместо мутагенератора Но я этого Чёрной райлой Но я этого вообще Не понимаю Мне это не интересно Я это не понимаю Повторюсь Всё таки я продолжаю Играть с мутагенератором Если играю на этом И Ощущаю себя Довольно таки Неплохо на ней Да у вас есть Тоже проблемы Когда вы играете На красном монете И не можете найти Ни храм Ни мутагенератор Особенно храм Храм вам очень важно Потому что если вы Проиграете Если вы выиграете игру И храм не найдёте То храм сыграет На очень маленькие Поинты Поэтому Колода ощущает себя Повторюсь Неплохо Имеет хорошие статы И хорошие Кривоверные поинты Которые вы потом Реализуете Благодаря Вашему храму Благодаря Вашему родовиду И многие матчапы Вы выигрываете Конечно Порти в контроле Колоде бывает тяжело Но сейчас очень много Колод играет на Дивоушене Без караток Он даже вовсе Тир 1 колода Без караток А нет Поиграть Менее токсичным Как тимерцы То советуем Поиграть на этом Но тимерцы Переезжают Эту колоду Просто В пух и прах Как-то так Переходим К тир 2 с половиной И открывают У нас тир 2 с половиной Рыцари Рыцари в этом сезоне Ощущают себя Очень хорошо Гайд о них выходил Вот по моему Последний крайний гайд Который выходил На них был Очень хорошо Ощущает рыцари За счёт Бафа Странствующего Рыцаря Я это говорил Когда Разбирал карты К совету баланса Я это говорил Когда разбирал Обзор изменений патча Скажу это ещё раз Рыцарь получил Одну силу И это очень-очень много Потому что У него Грация активируется Моментально Благодаря хрустальному черепу То есть Если раньше играли С тактическим преимуществом То теперь есть хрустальный череп Который делает то же самое Он даёт ещё и покров А покров иногда Очень важен для вас Под каких-нибудь Контрольных каток Контрольных матчапов А также высадка Когда вы Добираете его с высадки Он сразу получает 7 поинтов И в конце хода Становится девятка И играться активируется Это очень важно Для рыцарей Это очень важно Для первого раунда Зачастую Поэтому этот баф Очень был важен Ну и опять-таки Контроль В большинстве Он понерфлен был Точно удар немножко Нерфанули Кстати точно удар Проигрывают рыцарям К удивлению Потому что Они не могут ничего сделать Со сценарием А бикконтрольных Зачастую один Зачастую они его дают В первом раунде В бессмертных Поэтому если вы Выигрывать раунд Ставите щит Деву в беде Щит девы И кайфуете То есть Метовые колоды Бывают не могут Просто пройти Эту колоду Перетемповать ее Но тот же контроль Те же аристократы Тоже порабощение Пираты Набеги скорее нет Там очень зависит От монеты Но скорее нет Пираты точно нет А вот набеги 50 на 50 Листик может Перетемповать Опять-таки Зависит от Синие монеты От первого хода От всего остального Сама колода Зависима от Синие монеты То есть вы хотите Начинать первым Вы хотите найти карты Если вы не нашли То вам будет тяжелее играть И так далее Но в целом Колода хороша Если вы ловите Хорошие матчапы И хорошие монетки То ощущаете себя Очень неплохо Следующая колода В тир 2.5 Это Ренфри Симбиоз Ренфри Симбиоз Получил на 2 провизии Меньше Получается забрали 2 провизии Благодаря Ну через Ренфри И через компонов Ирис То есть то же самое Что и у точного Удара Но колода Ощущает себя Довольно-таки Неплохо по-прежнему Я честно Уже не вспомню От чего отказались По-моему отказались От Даригорая В этой колоде И положили Какие-то четверки Наверное так оно и было Повторю что колода Ощущает себя Неплохо Все еще Одна из таких Неплохих колод У чудовищ Но отчасти Заходозависимых Отчасти Статовозависимых То есть Ей надо найти статы Для первого раунда Чтобы Проставить Кощея Через карантира И как бы Делать грязюку Желательно играть Максимально короткий раунд Ну не максимально короткий раунд А вот такой Знаете Ходов 5 Чтобы вовремя поставить Как краски Кощея Там жальницу И так далее И тому подобное Желательно вам конечно же Завершать игру Потому что жальница Может сыграть на очков 30 Плюс если у вас еще есть симбиоз То еще 35 или 40 То есть жальница очень сильна А вам надо завершать эту игру Ну ирис Комплина и ирис Дают хорошие Хорошие поинты Все карты Которые есть у вас в колоде Вы сыграете Разве что там Две карты Может остаться в колоде Ну там В зависимости от обилки С Ренфри Вы там что-то берете Что-то призовете Вот такая вот дэчка Вполне себе Неплоха все еще Идем далее И теперь 2.5 У нас Пираты с компасом Колода На которой я выпускал Гайд Которую я собрал По-моему В первый или второй день Прошлого сезона И Ощущать себя все еще Очень даже неплохо Часто я встречаю в ладере Да вот даже В начале прошлого сезона Очень много было В начале этого сезона Было очень много пиратов Прямо я не знаю Кто их пропагандировал Просто ну как бы Пиратов бафнули В прошлом сезоне Не в этом А в этом сезоне У них было очень много В начале Потом как-то их поменьше стало Но прям Очень популярная колода Ну что могу сказать Колода крутится Очень сильно Картрольги Это хороший карриовер Комбо тут реализуем Причем его можно Даже иногда реализовать Во втором раунде И Колода повторюсь Сильна Макси позволяет Посмотреть Что у вас есть в колоде В каком порядке Прокручивать Светут С помощью плотвы И панталона Преход с на море Здесь играет довольно таки Неплохо Так как у вас Почти все карты Здесь пираты Или корабли Кроме макси Ну и карты Которые вы не играете От руки Поэтому Вам тут плюс-минус Плевать Вот такая вот Сильная дэчка И еще одна дэчка По-моему Я могу ошибаться Но она тоже От Даурена Которая с музыкантами Наверное Вот эта колода Чуть чаще встречается В ладере Правда Вот от варс гига скорпиона Мне кажется Очень спорный слот Но за 6 провизии Лично я ничего тут Нормального не нашел Поэтому В плане себе неплохо Она более контрольная Более агрессивная Крутится немножко По другому Тут есть вабьер Дорогая прокрутка Но все же Больше контроля Ну и при этом Статы она тоже имеет Ну и так же Приходится отказываться От карты 4 провизии Очень много Хороших карт У скельга 4 провизии Там те же кораблики Но приходится От них отказываться Из-за блавинских Музыкантов Иногда эта прокрутка Вам очень важна Потому что Это и прокрутка И статы Что очень-очень важно Корабли у вас тут Бронзовых 3 штуки Поэтому с флотом Налетчиков Аккуратно Потому что иногда Вы можете не найти корабль Все-таки в тех колодах Их либо 4 Либо 5 В этой колоде Только одна Три вернее Вот такая вот колода Минимум отличий Но Начинается игра Немножко по-другому И последняя колода В тир 2.5 Это самоурон Самоурон Очень Неплохо себя ощущает Да Ей Уже который раз Стреляют в колено В колено Стреляют ей Но они все еще Это выживают Я лично играю На такой сборке Такая смесь Китайской версии Моей версии Японской версии Даже немножко Разные сборки Я смешивал Но вот такая вот сборка Была в прошлом сезоне В моем гайде Очень себя неплохо ощущает И даже я ее чаще видел Чем другие сборки На турнире я видел Немножко другие версии Более хайрольные Там либо отказываются От аниромантии Либо от портала И многое надо находить Я такое осуждаю У меня и аниромантия И портал имеются Но при этом приходится Отказываться от двимочек Колода получила От двимочек И от Макси Иногда Макси играется Колода получила На одну провизию Поддых Через Сигвальда Но от Сигвальда Здесь оказываться нельзя Это одна из самых важных карт В мой взгляд она была Нерфить с Вальблода Потому что с Вальблод Более такой Медранжевый Более такой Важный Сигвальд Ну как бы Были накер сборки Возможно какие-то Теперь их точно не будет Поэтому Колода все очень неплоха Но матчапов Не так много положительных Ну вот Мороз она пройдет в нули Например Какое-нибудь Крыло Ну она может пройти Хотя если там Много контроля будет у крыла То будет тяжело Банды например Могут украсть Вашего Сигвальда Или там Кнута И вам будет очень неприятно Порабощение Аристократа Ну тем более Поэтому Матчапа зависимая колода Но если вы Находите карты И крутитесь неплохо То Вполне себе Переходим к Тир 3 И Тир 3 у нас открывает Накер Перемещение Предрекали Что эта колода Будет вообще Чуть ли не Тир 1 Но увы нет В начале сезона Очень много было Вот она игралась И пираты Не знаю почему Пиратов было много Но вот почему-то Именно вот этих Две колоды Было очень много В ладере в начале сезона Первую неделю Чем ближе мы идем К концу месяца Тем меньше Эта колода встречается Ну в начале сезона Очень неплохо Она так стреляла Очень неплохо Она играла Там в коротком Третьем раунде Там когда 5 карт Колода могла Выдасть 70 поинтов Плюс еще Побить оппонента Этими поинтами То есть Вполне себе Лягушки под Мильвой Очень хороши Древень тоже хорош Под Маленой Она его перемещает И сразу его откатывает Такой вот прям Таран севера Только намного мощнее Намного быстрее И круче Такая вот дэчка Которая очень хорошо Крутится почти в ноль Все карты вы тут находите Благодаря Матахури Потому что Матахури Вам 100% добирает Накер Который здесь в провизии И спокойно играете Колода играет Также в контроль То есть Может какие-то важные Карты оппонента Законтрить Там Брегеном Как-то убить Там Гайтана Чуть раньше поставить Динорогами Чуть-чуть завалить Ведьмаки бьют Кеоран блокирует В общем Есть чем контролировать Оппонента Стол оппонента Но бывает Конечно же Главное Проблемо этой колоды Почему Я так не рассказываю Как будто она очень крутая Главное Проблемо этой колоды Что иногда Тяжело отдать ресурсы То есть Вы играете Каком-нибудь Первый раунд На синемонете Вы видите Что оппонент Вас поддушивает Он выпушивает Выпушивает Он играет дальше А посылать нельзя И вам приходится Давать какие-то Уже более важные Карты И это главная проблема Что иногда Вы отдаете слишком важные Карты А потом вам Просто нечем играть Поэтому главная Проблема этой колоды Это распределение Именно ресурсов Вам надо иметь Нужные карты В нужный момент Вот иногда Вы будете иметь Слишком золотую руку Которую отдавать Не хочется Поэтому колоды В этом плане Немножко такая Дисбалансная Но если Вы на все Находите То довольно таки Неплохо И Получает Последняя колода В тир 3 Это Плоды контроль Когда-то Эта колода была Чуть ли не тир 1 Тир 1 Тир 1 Долгое время Она была Но вот Каждым сезоном Все хуже и хуже Она себя ощущает Вот эти колоды Научились отыгрывать Резкие вот эти Поинты С С Волкалаков И альфа Волкалака Уже давно Как бы Никого не пугают Эскель Который тоже Убивал любой отряд Сейчас тяжелее Как-то его реализовать Этерал Убить сейчас В ладере чуть больше контроля Там порабощение Аристократы Набеги Пираты Все почти могут убить Этерала Этерал зачастую Кое-как окупит себя И умирает Поэтому иногда Колоде чего-то не хватает Но по-прежнему На этом можно играть Можно апаться Вот АЕМ легендарный На ней все еще продолжает играть 2 500 апает Каждый сезон С лишним Час его встречаю На этой дечке Поэтому Вполне себе Ну что ж Давайте подытожим У синдиката У нас есть Неплохие колоды Но опять-таки Очень они такие Узкие что ли То есть их мало Их мало Синдикат играет На чем-то одном Но при этом Довольно-таки Сильном У чародея Очень мощные колоды есть Но зачастую Они строятся На каком-то абузе Переигрывание И так далее Те же темерцы Те же чародеи с севера При этом Очень много Хороших Коот повылазило По типу рыцарей По типу мороза Которые раньше Не игрались Теперь они имеют Пойнты И не так Просто их контрить Как было раньше То есть мороза Теперь больше И Винконов По типу морфуда И у рыцарей Как бы проще Реализовать некоторые комбинации И проще Ну активировать все это И статы они имеют У белок Очень много играбельных колод Это конечно же Листик Это же ренфрик Белки Которых понерфили Но которые все От себя ощущают неплохо Ну и конечно же Накер сборки Еще играют Некоторые колоды Играют на хендбафе Экспериментальном С накером Но как-то он опять Был в начале сезона И ушел Кто-то играет на Ловушках Но опять-таки Этого чуть меньше Но опять-таки Есть чем играть Касаемо Чудовищ У чудовищ Все наверное хуже всех Потому что Вот у них вроде бы Есть колоды И вроде бы они играбельные Но все как-то вот не очень Все вот как-то на грани То есть если Если вы хотите Прямо выигрывать на чудовищах То вам придется думать Играть либо на морозе Либо на рваном крыле Играть на каком-то Менее Менее умной колоде Но у брейн больше Вам будет тяжелее Тот же ренфрик Себиоз Или плоды То есть вам придется Пересаживаться Именно вот на такие вот сборки У Нильфгарда Калод не так много Но зачастую Они сильные И играют в контроль Ну ничего нового Нильфгард защищает себя Довольно-таки Хорошо Пойдет Касаемо Скеллиги У Скеллиги Калод мало Но почти все Они играют в контроль Это наши Любимые все Минобеги Ну и конечно же Пираты Ну и там сам урон Где-то уже На краешке То есть им есть чем играть Но как будто бы тоже Маловато Мне в целом Сезон Не сказать что нравится Он Ну как бы Нормальный Нормальный сезон Я ждал худшего Как говорится Жди худшего Надеюсь она хорошая Ну вот так оно и получилось Сезон вполне себе Неплохой Играть есть на чем Тем более у Севера Тем более у Белок Поэтому как бы Кайфуем За чудовищем Немножко обидно А так в целом Мне нравится Пишите свое мнение О данном сезоне И данном метаотчете В комментариях Я обязательно почитаю Отвечу вам Вы были на канале Металик Дэнни Ждите новых гайдов Новых стримов Нового контента Всем удачи ребят И до новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok